Добрый день. А может быть, может быть, на мозги влияет. Рак мозга обнаружится, говорит, уже в третьем поколении, только какой вред. Не больше, как по две минуты можно говорить, а не чаще, как пять раз в день. Ну хорошо, я принимаю. Это мобильный, это не мои данные. Я это принимаю. Принимаю. Вот я из-за чего по скайпу тебя вызвал, чтобы можно было говорить. Хорошо? Я улыбаюсь тебе. Я тебя люблю, как брата и прочее всего. Хотя ты меня к московской... Кодли через своих учеников. Кодли московской патриархии причисляешь. Ну, это уж ваше дело, собственно говоря, ваша забота. Ты же знаешь, что я крещён по рождении. Мать меня приносила в храм и крестила там. Хотя она была староверка. Но она почему-то в 34-м году принесла меня. Родила когда... А вот брат в 37-м, действительно, храмы были закрыты. Брат так и не был крещён. Младший. На три года у меня младший. Я тебе хотел сказать, вот то, что я тебе позвонил. Хотя сейчас повторю. Был брат Володя. Пришёл. Он мне позвонил, звонок. Я только из души вышел. Помылся в пятницу. Думаю, пока народу много не моется. Вода более горячая. Я сэкономлю копейки там. Помылся и смотрю звонок. Я через две остановки могу приехать к тебе. Я говорю, пожалуйста. Ну, и он правильно приехал ко мне. Ну, дядя Миша, здравствуй. Я говорю, брат, дорогой, здравствуй. Ну, вот. Побыли мы тут с ним. Пообщались. Я опять вспомнил. Я говорю, я тебе звонил. Вот, когда ролик посмотрел, выставленный, под завесой шума там, ваше благовестие, твоих учеников на берегу Аби, когда проходил, проходило водосвятие и прочее. Всё там это вот купель, там прочее, баня женская, мужская. Это всё показано у вас в ролике, да? Вот. И Игорь Дебунов там благовествовал, раздавал Евангелие. И вот он как раз сказал. Я ролик-то посмотрел этот, и там было сказано Игорем Дебуновым. Там благовествует, он тоже руками машет. И потом говорит, вот они там, 80 человек их, ходло патриопийно и прочее всё. И дальше продолжает. А там и Евангелие, и молебен идёт, водосвятие, Евангелие читают. А они всё ходят, ходят, благовествуют, раздают Евангелие. Меня это возмущало. Ну, Евангелие читают на остановись. И не это самое, не давай, дай людям проход туда. Нет, они бегают и бегают, и всё ходят такое. Ну, и вот это особенно кодло патриархийное. Меня это возмутило. Я просто, когда закончил ролик смотреть, позвонил Володе Пащенко. Я говорю, Володь, что вы там делаете-то? Ну, разве так можно? Ну, и всё. Это было моё возмущение. Ну, чисто такое вот. Такое просто думаю, ну и что вы делаете-то? Вот и всё. Только лишь. А вот он сегодня пришёл ко мне, значит, ну, я говорю, потому что в субботу там топить храм нужно. Я говорю, ты в пятницу протапливай. Вон мало. Надо ещё в субботу топить. Я говорю, ну, хорошо, ты ко мне тогда не приходи в субботу. Вон, а что тебе нужно? Я говорю, так вот картошка кончилась. Четыре штуки осталось. Он говорит, а я что-то не взял с собой. Я говорю, ну, так ладно. Он говорит, я завтра принесу. Я говорю, ну, так тебе ж храм топить, ну, прочее всё. Ну, и потом это начал опять говорить про этот ролик. Он замкнулся в себе, не хотел слушать, значит, это потому, что вот это всё. Я понимаю. Ну, вот я там много ему наговорил. А потом, когда уже он ушёл, он молча, не прощаясь, по-английски ушёл. И да и всё это. Ну, в общем, что слушать, бред не, значит, такого человека, которому делают добро, а он всё равно, значит, перепенится там. Ну, я думаю, ладно. А когда он уже ушёл, я дверь закрыл, да потом, думаю, хотел позвонить догонку. Что, Володя, ты там это, разговор-то наш записал, наверное, да? Так Игнатий, он выслушает всё. И я тебе потом позвонил. Я говорю, наверное, на диктофон. Что-то мне вот так вот показалось. А ты говоришь, нет, мы не пользуемся диктофоном. Ну, у меня подозрение такое просто, да и всё. Я просто чистого сердца так сказал. Потому что ты одного его, вот года два, один он приходил, а теперь с Никитой. Ну, я тоже не против, потому что подвое должны ходить, ну и хорошо. Пусть ходят двое. Ну, я их принял, разговаривал с ними, ну вот и всё. И потом посмотрел на Никиту. Ну, я им такую беседу, значит, предложил. Говорю, давайте поговорим, ну, что вы имеете ко мне духовного, давайте вы говорите. Он говорит, да нет, ну ничего. Ну, я говорю, я вот я вам могу сейчас показать ролик. Алексей Осипов, профессор. Отвечает на вопросы те, которые ему задали. Потому что он там, значит, говорит, что там, ну, существование ада там, жизни там вечной, напрочую, всё, куда грешники идут и прочее. И говорят, ну, некоторые такие люди, которые хотят только одни, они спасутся и никого других не хотят видеть там в район. И они говорят, вот Осипов говорит, да все спасутся и прочее всё. И Осипов в ролик, там, на 20 минут, там, что-то, или на 22 минуты. И он просто объясняет. Говорит, это не мои слова, это не я говорил, что все спасутся. А святые отцы, есть два ряда святых отцов, которые говорят, что спасение будет всё во всём, то есть Бог есть всё во всём. То есть все спасутся в конечном счёте, а другие говорят, только вот верующие, только православные. А он иногда в роликах своих говорит, когда ему задают, а католики спасутся или баптисты, он говорит, я боюсь, спасутся ли православные. Вот в чём дело. Он же говорит всё и на основании святых отцов. И вот он как раз в этом ролике маленьком, и он выставляет святых отцов, а ему там говорят, ну так Игнатий Бринчанинов говорил вот так, что никто там не спасётся, все олировненные ват. А он говорит, так вот Игнатий Бринчанинов, если вы так утверждаете, надо взять и другие его слова. Игнатий Бринчанинов, то есть отцы святые, одно время говорят, все спасутся, другое время говорят, никто не спасётся. Вот в чём дело. И он Иоанна Златоугустова, он всех, Василия Великого, там прочее, прочее, прочее. Я уж не могу повторить это всё, то, что он говорит. Вот и всё. Я просто слушаю этот ролик, вот то, что Осипов говорит. Даёт хоть какую-то надежду мне, грешному, как вот головня из огня. Всё равно человек должен спастись. И он ещё комментирует это тем, что, а что, Иисус Христос пришёл только для праведников, спасти праведников, а грешных что, нет? А сколько праведников у нас в общине? Он говорит перед этими семинаристами, потом ещё там один священник, прочее. Он говорит, ну может быть это я, да вот этот, значит, священника там называют. Но кто остальные-то? Все вы грешники, ну, в аду вам всем гореть. Это что, Христос пришёл ради вот вашей общины одной. Потому что вы считаете себя истинно, истинно православным. Я знаю, что такое ибхэта. Вот. Ну и прочее всё такое. Вы же всех ни во что ставите. Вот на протяжении всех этих роликов, что у вас выставлено, это московская патриархия. Даже отец Аким, там он уже не знает, как это сказать, что не говорите вы, не говорите вы это всё. Не осуждайте вы московскую патриархию. Ну говорите что-нибудь другое для души, для спасения, прочее, всё. Чего вы осуждаете московскую патриархию? А Игорь Добунов, он даже батюшку начинает перебивать. А у тебя сразу улыбка такая умилительная, вот как сейчас вот ты вот смотришь, да? У тебя сразу масло по душе, по сердцу. Вот, наконец-то вот, воспитал человека. Это, по-моему, вот, да простит мне Господь, вот, мои слова. Пёс цепной, который гавкает, как хочет. Вот и всё. И вот он, там, на Благовестии, у берега реки-то, когда я шёл в Малебин, он, да вы здесь вот, в штанах женщины ходят, да, табакуры, кто водку пьёт, вас все они, всех вам, всех отправил вас. Ну, хорошо. Я знаю, что мне воду только и предназначено по грехам моим. По грехам моим. Но я всё-таки думаю, Господь может быть простит по великой милости своей. Вот и всё. Потому что я не оставляю веры. Я не оставил веры. Я блудил, я был у баптистов. Ну, я баптистам благодарен, они мне Библию открыли. В общем, дело, когда узнал, что все КГБшникам служат, руководство, конечно, не люди, а руководство. Я, значит, тогда и отстал от этого. Посмотрел нас от Дмитрия Дубко. Ну, что? Прелесть. Эта прелесть, она всегда. Через подарочки, через денежки, через то другое, внимание. Там по голосу Америки, по свободе, там отец Дмитрий, там такие книжки, его проповеди. И в этом посев во Франции, редакция-то, его книжки всё печатала и распространяли. Империалисты эти приезжали, привозили эти книжки, это всё было, это дело такое, ну и всё. Ну, батюшка распоясался дальше, начал больше дальше говорить. Ну, и потом его остановили. Ну, это уже, ты знаешь, я просто не хочу. Я просто очень хорошо, ну, знаю и понял отца Дмитрия, потому что я близко с ним уже был. И возил его на машине, на его и прочее, всё такое. И все беседы, и то, и другое, и пятое, и что. То, что ты у меня был, там все беседы, я помню, всё прекрасно. Я тебя люблю, вот, во-первых, как дитя Божие ты, и как брат по вере. Я тебя люблю и сожалею, жалко мне тебя. Я тебе как изъявлял это желание тогда, сожаление, когда мы вышли с тобой из дома на беговой, и нужно было тебе куда-то ехать, ты с собой, патефон, магнитофон в мешке. И говоришь, нам нужно, я говорю, куда нужно? Ты говоришь, стадион Динамо, метро. Я говорю, так давай сядем на автобус и доедем до Белорусской, а там кольцевая, радиальная, и пересядем на метро, и на Динамо. Ты говоришь, да ты что, пять копеек платить за автобус не надо, пойдем пешком. Я говорю, ну, вон она, стадион Динамо-то видят, видать, там метро. Вспоминай. Я тебя пожалел, похлопал по плечу, говорю, Игнати, да что тебе вот это все туда-сюда прочь, ну. Ты сказал, я хочу пострадать. У меня это вклинилось на всю оставшуюся жизнь, когда ты мне сказал вот эти слова. Я хочу пострадать. Я говорю, да зачем тебе, ну, раз они там, это, советская власть, они тебе их шучат, что тебе нужно-то, в тюрьму посадят? Ты говоришь, я хочу пострадать. Но вот я тогда не знал, что тебе ответить, а вот сейчас могу, потому что я слышал святые отцы говоря, не напрашивайся на страдания. И я тебе уже это говорил, и ты мне говоришь, да вот там воины, там это, которые отрубали голову христианам, христианам, и вдруг видели их силу и прочее, все, и говорили, я христианин. Он в порыве, в таком, он мог сказать, да я тоже христианин. Ну, и ему отрубили голову. Он несознательно как бы в порыве страсти такой. Он видя такое, вот у него такой порыв, может быть такое, я понимаю. Но когда осознанно ты шел, я хочу пострадать. Ну, и пострадал, там сколько-то чего-то. Ну, вот что тебе руки выворачивали, я этому не верю. Ну, тебя же КГБ сопровождало всю дорогу, ну, вот это в 80-м году, когда тебя взяли. Ну, а что тебя взяли-то? У тебя билет проездной, справка из психиатрии. Вот в чем дело-то. Они тебя и никак не могли там руки выворачивать и прочее. Они тебя хотели посращать, а ты все-таки был твердый, не отказался от всего. Ну, потом они тебя выпустили, потому что батюшка-отец Дмитрий покаялся, перепутал политику с верой. Вот и все. Зачем нужно было государству диссиденты, когда наступало здесь, ну, Олимпийские игры у нас в Москве. Вот в чем дело. Они тебя и пожалели, и привезли тебя к Москве. И ты все их благодаришь, КГБшников. Ну, правильно, они к тебе относились очень хорошо. Заслуживают благодарности. Никто тебя там не бил, и ни руки не выворачивал. А вот в 86-м году, когда тебя еще взяли, ты еще начал по новой. Ну, тебя в джанатах, ты там тоже тебя никто не бил, и не выворачивал руки-то. И заключенные к тебе никто не мог обратиться так вот, грубо-то. Ну, ты сам напросился, начальнику тюрьмы-то, говоришь, ну, шлангом мне дай его. Он по жопе-то два раза хотя бы ему. Я хочу испробовать, как это есть, как это, больно или не больно. А он отказывался, он не мог. Он боялся тебя тронуть-то. Ну, ты настоял? Он говорит, ну, снимай штаны, я сейчас два раза шлангом врезал. Ты говоришь, ой-ой-ой. А как же по 20 раз? Больше не удерживал никто. Ну, это что? Это игра ведь, это все. Игра твоя, больше ничего. И сейчас продолжается вот эта игра. Мне жалко тебя опять. Ну, сейчас такая власть, либералы. Они даже сверхлибералы. По всем. Потому что я смотрю по телевизору, что дальше будет. Я понимаю, что развращение народа идет. Если раньше было за 2 тысячи, можно было привлечь человека, если он украл. А сейчас за 10. Сейчас, раньше было, алименты не полотит человек. Значит, ему могли это привлечь. А теперь нет. А теперь жену, которая на него подала алименты, он может прийти, пристращать ее убийством и отлупить, как хочет. И это не подсудно. Это только лишь административное наказание ему будет. Вот и все. Ну, неужели непонятно, какая власть-то либеральная? Что она делает? Она это подготавливает все к пришествию антихриста. Так что я не знаю, что... Вот еще что. Лицемерие. Я сегодня Володе сказал. Я говорю, это сверхлицемерие. Вот он мне все время... Дядя Миша, дядя Миша, раньше говорил вы, но я его говорил, и все-таки он снизошел, дядя Миша. Почему не брат? Я крещеный в православной церкви. Я получил зародыш этого семени, как Осипов говорит, при крещении. Не имеет значения, какие восприемники были, каких пришлось. Потому что ты правильно говоришь, что восприемники должны быть верующие люди. Но нет их верующих людей, таких, которые были бы действительно, исполнили бы это дело крестного. Нету таких. Но при крещении, хоть обливанием, хоть мочением, хоть как-то, это священник отвечает и правильно, мама моя говорила, ад наполнится попами, диками и неправильными судьями. Вот они все неправильно делают, они за это отвечать будут. А ребенок тот, рожденный тот, ему-то что? Его принесли в храм, он ничего не понимает, он ничего не верит, он слов сказать не может. Его крестили. Он получил семечко, семечко веры христианской, вот и все. Ну, возрастет оно в нем или нет? Это уже как по жизни по его. И вот ты все время говоришь о крещении свыше, о крещении свыше. И вот ты себя представляешь, да я там, в 17 часов 6 минут, или сколько там, да я упал на колени, я в Богу возвел там, вот все, да? И, значит, вот получил крещение свыше. Где об этом сказано в Евангелии? Есть такое, что Никодиму говорил, надо бы на тебе родиться свыше. Что такое рождение свыше? Фаст, которого ты привел в православие, через тебя он пришел в православие, вот он говорит о рождении свыше, я слушал этот ролик, там нет такого, что ты, вот такое, что вот уж, вот, выспленно, вот я упал там это все и прочее, все на колени, и признал себя и получил рождение свыше. Вот, нет такого, кто не родится, от воды и духа не будет иметь жизни вечной, то есть он не рожден свыше. Вот что нужно понять, ты этого никак не хочешь признать за всеми другими, кто принял крещение. Ну, принял крещение человек в православной церкви. Нет, он не рожден. Мочоный был, давай перекрещивать будем. Это что такое-то, ну? Это ты, вот, допустим, меня, 82-летнего, хочешь, чтобы я в Потеряевку приехал и по новой принял крещение? Я три раза крестился. Мать крестила, у баптистов крестился, у мормонов крестился, в полное погружение, у баптистов полное погружение. Пусть смерть, пусть наоборот, там, на спину кидают, но все равно во имя Отца и Сына и Святого Духа. У мормонов тоже. И у православных тоже. Я в Москве, когда отошел от мормонов, я в Москве пришел в храм. Я нашел там священника. Потом он говорит, вот иеромонах есть у нас здесь, помогает в храме. Я с этим иеромонахом поговорил, рассказал ему все вот это, вот все то, что у меня есть. Я говорю, вот был баптистов. Вот, а потом понял, что вот это, КГБ там все кругом. Я потом, значит, вот никуда не ходил. Несколько лет, это там лет 10 больше. Вот, и жил опять как, ну, хотя Бог в душе у меня все равно был. Вот. И когда я встретил мормонов, я думаю, хоть для общения-то хорошо. Но я был с ними не согласен много, но потом принял через все. Думаю, ладно, общение. О Боге говорят. Ну, вот и все. И я с ними был. Ну, а вот, а теперь говорю, вот я это понял, что мормоны, значит, ну, то, что я признавал, сейчас я воспротивился и вообще не хочу. Я хочу быть в православной церкви. Вот я с ним поговорил на эту тему. Я говорю, что мне делать и как и прочее. Он говорит, какая-то нужна. И во всем вот этом. И вот он что мне сказал, я это все проделал. И стал ходить в православную церковь в Москве. Это года за три, за четыре до уезда из Москвы. Ну вот. А в Патеряйпу приехал, ты меня, значит, за ворота в престиж, в предут, в притвор, на крыльцо, как соглашенными вместе. Но я же член церкви. Я в Москве причащался, московской патриоти, в храмы ходил, а ты мне за ворота. Ну вот и все. Ну это значит, если быть у тебя в общине, то это нужно принять устав общины. Устав общины я не могу принять, потому что я с тобой говорил, ты говоришь, ну приходи, я тебя объявлю, а ты, значит, скажешь, ну давай, вот и чтобы поезд был. Ну я вроде согласен был, а потом отдумался, думаю, а зачем мне этот поезд и прочее всего такого? И зачем мне эта десятина, которую вообще платить не надо? Вместо десятины Христос вошел в нас. Никакой десятины, никакой десятины. Это только у вас, только у тебя. Больше нигде ее нету, десятины. Вот и все. Я доброходно дам больше десятины. Вот и все. Но только я не хочу быть под законом. Десятину платить, это быть под законом, а не под благодатью. Вот чем дело-то. Никак я не могу этого принять. Вот понимаешь, нет? И потом книги твои, вот, ну я уж буду говорить до конца книги твои. Я же читал, ты сперва умилялся. Это хорошо, когда ты в Москве, в Москву мне прислал две книги. Я прочитал, ну и потом дальше, больше я прочитал. Я, наверное, никто так больше, как я, прочитал все твои тридцать восемь книг. и где я был не согласен, я писал сперва на листочках, а потом на тетради начал писать. И в тетрадь писал, писал том, том, страницы, и начало, там, то, что я был не согласен. Я тетради списал. И вот, когда я все это прочитал, а потом думаю, ну зачем мне это все нужно, тетрадь это, да я же, ну что, воевать что ли с тобой, или как-то что-то там. Ну, то есть, это нехорошее такое, вот это все будет. И думаю, нет. Я взял тетрадь и порвал, думаю, чтобы соблазна не было, там, это помнить. Потому что второй раз перечитывать книги я не буду. Я их взял, выбросил, мусоропровод просто, и все. Потому что много хорошего, а много плохого. А то, что не славит имя Божия в московскую патриархию и прочее, все это и суждения. Вот. Потому что святых отцов можно так. Особенно у тебя вот это вот ветхозаветнее, это все ты стираешь, сваливаешься вот туда, ветхозаветнее, и все эти страсти, все оттуда черпаешь, 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 черпаешь. И вот этими страстями бьешь каждого по голове, и вообще. И я хорошо помню, я читал уже в книге, мама твоя говорила, Игнатия никто не завинит. Я это как-то не обратил внимания. А это же Игнатия никто не завинит. Все правильно. Никто тебя завинит из этих патриархийных. Даже если ты с Осиповым начнешь говорить, если будет у вас такая беседа, ты его затрешь все равно. Потому что, ну, Осипов, ну, не помнит, наверное, на скидку таких вот этих святых отцов и слова Божьего из всего ветхого завета, из всех книг, которые канонические и не канонические. Ты на них много ссылаешься. И вот это то, что ты вот это там есть в неканонических книгах, которые там один пять десятин платил, ну, а ты девять десятин. Девять десятин. Ты на этом всю дорогу сто раз я слышу это девять десятин. Но ты же на государство, в котором ты живешь, ты не работал ни одного часа. Потому что ты по необходимости, потому что за тунеядство тогда могли привлечь. Ты шел работать этим сторожем, три дня отдыхаешь, четвертый день спишь там. Ну, ты не спал, и там сторожить нечего было. Ты числился на работе, тебе платили 40 рублей, наверное, оклада этого, да, за семь дней, которые ты отработал в этом месяце или восемь дней. Вот и все. А ты на печках, ты действительно 35 рублей печка, 30-40 рублей печка. Две печки сделать в деревне-то, ну, трехоборотные с одним, я это знаю, печки-то мне отец учил. Я знаю, можно сделать быстро. Ты зарабатывал, но и девять десятин ты мог платить. Девять десятин ты мог платить. Потому что десятина, которая у тебя оставалась, тебе хватало на пропитание от и до. Могло хватить тебе на пропитание, потому что ты питался очень-очень щедочно так. Я у тебя это принял, я это все использовал, испробовал, знаю, что можно питаться вообще за копейки, за 18 копеек в день. Вот и все. А куда 70 рублей одевать, конечно, ты не заснешь? А? Я думаю, нет, ну хорошо, ты меня слушаешь. Вот и все. Так что с десятиной я никак не согласен. Если с десятиной, тогда Христос не приходил к нам, мы еще под законом. Вот в чем я вот. Что еще сказать? Потому что ты на меня потом начнешь валить, 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 уже мне говорить не придется. я-то что, пес смердящий. Ты мне говоришь, не кусай. А не кусай, так это значит, я собака. Ну, я даже не обижаю, я пес смердящий. Понимаешь, нет. Сила у тебя, которая вот это, да, она привлекает людей, конечно, ну, это он такой же Лапкин, Игнатий Тихонович, а там на берегу обе женщина какая-то говорит. Как народ-то делен, он же спасает всех. Люди-то в прелести находятся, как тебе вот это все слышишь-то и не возражаешь. Они тебя, и брат Игнатий, Игнатий Тихонович, старец, проповедник всемирный, так, как еще, подожди, всеми льстивыми словами-то, отец, святой отец и прочее все. И ты хоть бы что, у тебя нет возражения. Теперь этот молодой человек, который из Израиля позвонит и говорит, да, это, значит, Осипов-то еретик и прочее все, и ты ему не возражаешь, потому что согласен, он хорошо говорит, значит, еретиками всех называет, ну, подло, патриархийная. Вот. А, когда вот, допустим, ты приводишь этого святого отца, который ученика-то своего, который посылал куда-то, он по дороге там ходил, кого-то наслушался, дьявола там, и с дьяволом согласился, так этот отец святой восстал, как на него, да я тебя знать не знаю, да ты вот согласился, значит, я тебя не знать не знаю, а ты соглашаешься со всеми. Тебя святым отцом называют, и ты че, и дерпишь это все? Ты че, не можешь сказать, да вы что? Какой я святой отец? Я простой человек. Клирик, даже не клирик, это клирик, это святой отец. Святой, ну, священник. Я простой мирянин, чтец. Я вот знаю Писание святых отцов, я то, и то, и то, и то, и каждый раз ты говоришь, то, и то, сколько я наизусть почти могу уже воспроизводить, хотя и памяти нету, вот, ну, так ты их останови, а ты принимаешь все это. Святой отец? Никто не свят, как только Господь Бог. И взирая на кончину их, праведников, подражать вере-то их и прочее, все, ну, так святого-то никого нет. Потом уж церковь, ты ведь много по этому поводу говоришь, вот этого солдата там крест обрели на шее, голову отрубили там ему мусульмане, а каким-то образом крест на шее оказался висить. Шеи-то нет, если голову отрубили, какая шея-то? А вот его святым там признали. Значит, ты против, я так понимаю. Ну, ладно, хватит, а то я тебя долго задерживаю, у тебя трудов много, работать надо и прочее, все такое. А я-то пустомель отчасти буду молоть-то вот это все. Я тебе, я тебе не как Сергей Козлов. Сергей Козлов, там он это старается, что-то там это собрал эту еще отца какого-то святого, ну, батюшку, не святого отца, батюшку пригласил по поводу крещения. И сам, он уже, Сергей-то, включился в эту игру. Я буду тридейским судьей, а вы давайте двое, вот я вам задаю вопросы по поводу крещения. Ролик-то уже какой выходит, это что там получается-то? Какой Сергей? Каким тридейским судьем может быть Сергей? Ему это надо, а он слушает вот эти все ролики, вот и все, и включается тоже в это. Ты там говоришь этому священнику-то, дедаха твоя, или как это, я даже не помню, как такой книги, я не знаю, в которой там он берет это патриархийно, это правильное крещение, все равно признанное, но ты вообще ничего не признаешь, ну и все. Только вот три погружения, вот так, как и святые, и прочее, и все, и как я он креститель, и прочее. Много всего, Игнатий, зачем тебе все это делать, а? Вот я смотрю твои ролики, и вот начинаю, я смотрел прошлый год, вот, прошлое лето, все лето я смотрел, я тебе говорил, там 400 роликов я присмотрел, вот с детьми в детском лагере твоем, да, вот с детьми, вот это деревня, вот это все, мне было интересно это все смотреть, это все, я все смотрел, ни одного ролика не пропустил, а вот сейчас оно все, вот то, другое, пятое, десятое, там это все, и оно, в душе возникает какое-то вот тяга тоже к этому участвовать в чем-то, в каком-то там споре, выяснить, там, ну, осуждать того, другого, пятого, десятое, и кто на тебя, там эти собираются, я знаю, что они никто не устояет против тебя, это я точно знаю, никто, ни Дворкин, ни этот, ни патриарх Табакур, этот Кирилл Табакур, ну, это что там говорит, кто он там, вообще никто, ну, сейчас патриарх, ну, и что, а мы-то знаем, кто Кирилл Табакур, так ты пишешь в книгах, а может он покаялся, Кирилл-то, патриарх, стал патриархом, и покаялся, и может сейчас не курит уже, а ты его окрестил, и в книгах-то все написано, Кирилл-то Вакур, вот и все, и я, может быть, прошу курить-то, наконец, 62 года курю, я и так, и сейчас хаюсь пред Богом, Господи, прости меня, помоги мне, хотя, ну, чтобы вот ты, говоришь там, 12 лет не доживает, это от каких лет я 12-то не доживу? А? От каких лет? Чего снял, уже уши слушать не хочешь? Ну, ладно, все, с Богом, Игнатий Тихонович, прости меня, прошу Господа, если что, обидел тебя, пожалуйста, можешь это, что выставлять-то, вот это, вся разная, вот это вот, это наш с тобой разговор, интимный, потому что я тебя знаю, до 74-го года, ну, люблю тебя, ну, что ты не хочешь послушать меня, дурака? Ну, может быть, я что-то говорю, но если я неправду говорю, ты все равно обрати внимание, или прочее, как-то вот такое. Я-то тебя знаю, кошка-то какая хорошая, ну, вот, ну, любишь ты кошек, собачек, ну, 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 это что, вот я кошку, допустим, люблю, но кошку не могу держать, я бы держал кошку, вот, в комнате своей, ну, надо это, ей, это песок, туда-сюда, это прочее, все, а потом надо, чтобы она на улицу бегала, нельзя в тюрьме ее держать-то, это вот как в камере, в квартире на втором этаже, как в камере, собачку тем более, ну, обскажи мне, обстругай, или как, или ты даже просто не хочешь меня уже трогать, что трогать-то, дурака, Игнатий, ну, я не знаю, как уже, хоть что-нибудь скажи, не выставляй этот ролик, ну, что тебе это даст, ну, какая это жизнь, это просто, ну, я не хочу лишнее, чтобы, ну, это интимно, вот, ну, мы с тобой как друзья, я считаю тебя другом, вот, ну, мы знаем, это давно, с 74-го года-то, общие знакомые у нас есть, мы можем поговорить, вообще вот так вот все, я все хочу призвать, Анатолия Кузьмича, к себе в дом, и поставить вина, бутылку красного, и поговорить, я еще когда жил в Барнауле, он мне предлагал, ну, мы можем с тобой встретиться, встретиться, приходи ко мне, бутылку вина там красного, значит, возьмем, выпьем, Бартист-то какой был, а я же знаю, что он это все с властями, с уполномоченным-то там все это, ну, все мы немощные, и все мы это такие, и прочее, все, и надеемся только ли, что Господь, еще, если вера у нас есть, то есть вера, то есть ли, вот мне кажется, вот как-то все равно, вот я, конечно, и так, и так, но думаю, но все равно, взирая на вот это все то, что окружает нас, вот то, что Господь создал, небо и землю, и все прочее, это все, это для меня очень большим таким является утверждением, вот через рассматриваемое творение, то, что Господь создал, я вот это не могу отринуть никак, ни при каких обстоятельствах не могу отринуть. Слово Божие, Библия, я считал, но вот от тебя слышал, что каждая буква, каждая запятая, да там это вообще, но я сразу был уверен, как-то у меня появилось уверение, уверование такое, что Господь сказал, вот те слова в Библии напечатаны, говорю тебе ныне, будешь со мною в раю. Это так стоит запятая в Библии. А я думаю, она не на том месте стоит, запятая. Ее надо перенести вперед. «Говорю тебе, запятая, то есть, подожди, я сейчас уже, говорю тебе, а, нет, правильно, говорю тебе ныне, говорю тебе сейчас, сегодня, на кресте, будучи, да, говорю тебе ныне, запятая, будешь со мною в раю. А запятая стоит впереди, говорю тебе, запятая, в Библии, ныне будешь со мною в раю. Вот я думаю, что запятая не на том месте стоит. Христос сказал, говорю тебе о ныне, потому что ты прокаялся, ты понял, ты это все, и осудил своего товарища. Будешь со мною в раю. Вот так, должна стоять запятая. Теперь, я наслушался еще больше, сколько в Библии неправильного перевода. Неправильного перевода, неправильного перевода очень много. Даже вот со славянского на русский переведено, и то неправильно, абракадабра получается. А вот любите врагов ваших, вот это, то, что ты любишь, да, цитируешь все время, а я говорю, любите врагов ваших, и ты, значит, другое, значит, Христос говорит, подводит вот то, если раньше было зуб за зуб, и прочее, прочее, ветхозаветнее, а я говорю, и ты это очень хорошо приводишь, любите врагов ваших, А Осипов говорит, вот слово любите, любить, на греческом языке где-то около десятка значений имеет, вот около десятка значений имеет слово, а мы его перевели на славянский любить, любовь. А он переводит, приводит по-гречески, и там говорит, а я говорю, любите врагов ваших, он говорит, нужно было перевести, то есть, есть перевод такой, а я говорю, не уничтожайте врагов ваших, то есть, проявите к ним снисхождение, то есть, ну, ясное дело, что он был враг, и попался в плен, и прочее, все, вы ему уже не отрубайте голову, не расстреливайте, вот о чем говорится, по-моему, так вот, вот Осипов так примерно переводит, и потом еще многие места Святой Библии, которые чли и Академии переводили, но все равно это человеки, и ошибки у них есть. Слово Божьего, перевод с того языка, на котором говорил Иисус Христос и апостолы, перевода точного нету, и не может быть, приблизительно переведено все. потому что перевод Евангелия там встречается там 40-50 моментов разных переводов. Исследователь Слушаю, Володя, так вот, он сегодня меня слушал, он просто ушел. Просто смотрю, одевает куртку, обувает сапоги, шапку, и не говоря ни слова, пошел. Я ему в догонку с Богом, и он пошел молча. А ты что, не хочешь отключиться? Ты же можешь отключиться, если я тебе надоел? Или как? Или не хочешь со мной говорить ничего сегодня? Ну, может быть, подумай, я тебе что, на другой раз поговорим, какой-нибудь еще найдем вопрос. Я к тебе отношусь так же, как и вчера, и сегодня, и год назад, ну, и дальше все. У меня не изменилось ничего, ничего не меняется, просто вот меня возмущает вот это вот, ну, вот и все, вот это вот, возмутило, я тебе и позвонил, а больше, ну, может быть, я ограничу себя в этих роликах твоих, потому что, ну, что это, раз меня возмущает, надо будет меньше смотреть или что-то там как-то так вот, ну и все. У меня есть, вот сейчас вот я восстановил компьютер, это мне столько пришлось пережить вот этим компьютером, когда он вот это вот сгорел, в общем, зависит это все, и я возил вот этот в сервис, чтобы отремонтировали, вот они отремонтировали, а потом я принес, подключать его стал все провода, и провода, и вот это все подключил вроде, смотрю, значит, он как новый, здравствуйте, хозяин, и то, и то, вот давайте, введите запись учетную, прочее, все такое, вот я это все давай делал, я сделал, а потом, думаю, оперу поставить, чтобы в работу-то его боялся сутки, а потом все-таки сам поставил оперу, а потом давай туда-сюда подключить, уже подключился, нашел ролики твои, Осипова, и включаю ролики, а звука нету, я два раза звонил Гавриле, чтобы спросить, куда провод подключить от колонок, потому что провод от колонок тоненький такой, такая, штепсель тоненький, а в компьютер включать, там три дырки, и я, знаешь, думаю, какую дырку включать, я два раза звонил ему, он не берет трубку, отключает меня, спросить, в какую из трех дырок включить, и ничего, а потом думаю, попробую с первой, в первую воткнул, треск, во вторую включил, звука нет, все равно в третью включил, звука нету, и звука нету, и все, вызвал мастера, он мне, говорит, так, а, нет, я позвонил опять в сервис-центр, говорю, вот компьютер-то, не знал, куда включить, говорю, включил, вот это, и звука нет, ничего, вот все, они, ну, привози компьютер, я говорю, это же опять чемодан, надо тут везти к вам, 200 рублей туда, 200 обратно, на такси везти, чтобы не сломался, вот он, вот, ну, и ладно, а потом мастера вызвал, мастер пришел, ткнул, вот здесь вот, внизу, и тут микшеры три, и там, значит, над нем, когда замкнуло, и микшеры, появилось, кругляшок красный, он его убрал, и звук появился, и вот еще там кое-что, я говорю, сделай вот это, вот это, тысячу рублей отдал, ну, и все, так и тысячи, я уже сколько отдал этих тысяч, по 700, по 500 рублей, по 300 даже отдавал, ну, сейчас вот, я не знаю, сейчас оперативную систему мне восстановили полностью, ну, и будет вроде все нормально, вот я тут многое сам сделал, ну, этот мне поставил еще, ну, сейчас идет вроде нормально, скайп я сам поставил, вот, Библию, цитаты из Библии, Тимофея Ха, тоже поставил сам, ну, в общем, понемногу учусь, а ты говоришь, я не образованный дурак, совсем, ну, ну, можно понемногу, да, углевать, и в дурака можно утолкнуть, он научится, как козел, куда копытом бить, ну, ладно, буду только вот, в основном, Осипова буду слушать, все-таки это профессор, вот, все-таки академик, и вот там 22 минуты идет у него, я показывал, докрутил, значит, когда он отвечает, что святые отцы, две шеренги стоят, святых отцов, лицом к лицу, и каждый говорит одно, а в другая шеренга говорят другое, Игнатий Бринчанинов, в одно время говорил так, а в другое время говорит совершенно противоположное, вот и все, и это, я понимаю, что Библия, Слово Божие, меч обоюдоострый, и святые отцы также, меч обоюдоострый, то так, то так, но если эти соборы не признали еретиком ни одного из святых отцов, который говорил так, а другой говорил совершенно противоположно, соборы еретиками не признали никого из этих святых отцов, значит, это скрыто, это дальше идет и так, и пусть остается, и оно остается, и мы при желании, вот в твоем, при твоем особенном желании можно всегда найти все, что хочешь, только было бы что, какое у тебя устремление, устремление в эту сторону, значит, можно найти, особенно в Ветхозаветнем, и в Евангелии, можно найти столько подборов, и святыми отцами подпереть еще столько много, что будет целая истина. Если в другую сторону, то ты можешь в другую сторону собрать это все, и опять тоже будет истина. Вот ты кому отвечаешь в этих вот своих ответах многих вопросах, которые тебе задают, они тебе говорят, да ты что с этим иеренто в Барнаульском общаешься, зачем? А ты говоришь, да как же, я их признаю, я их признаю, патриархом, подойду под благословение, признаю, так они ко мне приезжают, общаются со мной, так я их и принимаю, а если они неправильно делают, так его надо тогда вытряхнуть из сана да, правда? Правда, ну так и все, а теперь когда тебе Пестов-то этот, Бактиз, которого ты обратил в православие, Пестов-то отец, там уж как, я его забыл, как имя-то, как священство, какое его имя-то, а вот этот ролик опять появился, его давно, он где-то там в глубине, а ты его взял и выставил опять, я опять еще, ну, вижу этот Пестов, я взял, опять послушал, и он опять тебе там это говорит, долдонит и долдонит, ну так вот ты же говорил, ну ты же вот писал, ты же вот это, а эти меня, батюшки-то со всей стороны, вот пусть, ну я вижу, что нельзя ему из Бактизов придя в православие, приняв сам и там ввести какую-то другую линию, все заклюют его, естественно, но его заклевали, и вот к тебе-то обращают, Игнатий, так ты-то вот это пишешь там, книга, ты говоришь, да вот это все, ты же там говоришь, что вот сообщающийся с брутниками и прочими всеми еретиками, значит, участвует в делах его, а ты, Сергия митрополита и того, значит, Максима принимал и общался с ними, ты же участвуешь в делах и тогда патриархии, он тебе так это говорит, и ты зачем это все участвуешь-то с ними, а ты говоришь, нет, это все нормально, вот здесь два вот этих образа твоих, кто ты говоришь своим ученикам, да вы, кого вы братьями-то называете, вот по отношению ко мне, какой-то брат, да мы знаем, что брат, брат, какой он брат-то, дед Михаил, Михаил, дядя Миша, ну, вообще, кто там, да, он не брат, твой ученик Сергей-то, как это объявляет, хорошо, когда ведет, кайф-то там это был, ну, кто такой брат? Брат это вот тот, с которым я, значит, участвую, в преломлении, в трапезе Господней, с которым я, значит, общаюсь, с которым это тоже другое, вот это брат, все остальные, никто, для вашей общины, это никто, абсолютно никто, какие они, братья-то, а если мы все верующие во Христе, значит, ты меня не считаешь верующим во Христе, абсолютно, я для тебя, а просто этот, кто, юридик, ну, не юридик, допустим, а просто вообще неверующий человек, мягко сказано, да, неверующий человек, значит, никакой не брат, но я же верующий человек, чадо Божье, чадо, а раз все верующие, Иисус говорит, вы братья мои, так, если мы, нам Иисус Христос брат, тогда, и мы между собой, братья, д grind, да, everything for, да, Спасибо. 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 Ну и что? Ушел, не попрощавшись. Игнатий, пить пошел. Ну сказал бы, в туалет пошел. Сказал бы, подожди, я в туалет встану. Я тоже пошел. Пока. Спасибо. 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 Или обедать пошел? А сколько времени-то сейчас уже? Время-то 14 часов, но уже время-то обеда прошло. В туалет пошел? Да, вот это в туалете ходишь. А что у него тут? Огнетушитель, что ли, на стене-то? Не могу понять. Ну-ка, сейчас посмотрю. Через лобу-то. А уже час прошло, час шесть минут. Беседуем-то. Я комнату рассматриваю. И, знаете, Лавкин работает все. Час семь минут. А это я. Квазимода там. Ага. Все работает. Аппаратура все работает. Деньги-то уходят. А хотя же проплачено за все. Так что может это все быть. Вон, где еще одно одеяло там. Закрыто что-то все у него там. Над дверями. И полок такой у него. Идет видеосъемка. Одежда висит. Шубы висят. Так это что? И этот там. Как его? Никита там, да? Дома. А что ж он не выходит-то? Не выходит. А это что такое? Показать мгновенное. Показать мгновенное сообщение. Ага. Благодаря аппаратуру. Это все можно. Добавляйте в частниках. Отправляйте. Выключить микрофон. Выключить видеокамеру. Положить трубку, да? И ничего не видно. Идет сюда. Вот. Я его довел. До какого-то состояния довел. Что он и не хочет показаться-то. Ушел просто и все. Вот. Вот собака тут, да? Ушел, да и все. Ну и что? Где ты, Игнатий? Дорогой брат. Отзовись. Угу. Угу. Появляется. 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 Угу. Тень. Тень появилась. А самого нету. А я жду. Я терпеливый. Могу и потерпеть. А что эта рамка-то еще здесь маленькая? Вот эти лапки. А это выключить можно? Наверное, выключить. Ага, закрыть. Четыре минуты уже ходят в туалет. Ага. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Спасибо.